здравствуйте в эфире программа разговор на дворе уже осень начались дожди и хочется поговорить о чем-нибудь прекрасном но несколько лирически грустном и вот подумалось что наверное больше всего под эту тему подходит такой музыкальный инструмент как дудук тем более что в ульяновске побывал один из известных с российских дудукистов агеште ротиньян и не просто побывал а пришел к нам в студию сегодня он наш гость агеште здравствуйте здрасте расслабились дудуку по самым скромным подсчетам 16 веков хотя мы с вами накануне подсчитывали там чуть ли не две тысячи лет и вы сказали что прикасаться к инструменту с такой истории это сродни космосу именно поэтому ваша программа которую представили в ульяновске так собственно и называется что дудук это не просто музыкальный инструмент это молитва молитва эту фразу сказал уильям сароян за кофе дживану госпаряну известный поэт американский армянского происхождения они встречались еще по молодости дживана госпаряна и вот задумался уильям сароян и вот дживан тоже музыка это молитва и это правильно я с ним согласен дудук это больше чем музыка я на многих музыкальных инструментах играл я пианист ударник по образованию вот я пришел к дудуку просто потому что одной музыки мне всегда как музыканту было мало я беру дудук я играю я обычно закрываю глаза и я закрываю я вот улетаю в то прошлое о котором вы говорите две три тысячи лет армяне там расходятся и обыватели и профессора расходятся в оценках но в любом случае это очень старый очень древний инструмент и да я забываю что эта музыка вот какие-то ноты там переливы и какие-то глиссаны и уже это неважно все само сыграется главное что стены каких-то монастырей горы воздух дух ветра облака одессе смотрите какая штука вы ведь могли прийти к скрипке условно говоря или там не знаю к виолончели контрабасу не знаю к маракасом наконец но вы пришли к дудуку повлияло ли то что все таки корни то вот что вас с ним родница собственно одна родина у меня есть приятели которые играют на дудуке у меня есть ученики русские ребята играют дело в том что дудук музыка дело в том что дудук музыкальный инструмент этнический а обычные этнические инструменты они тянут за собой манеру и традицию игры которую просто так из инструмента не вытащишь аргешти грачикович артюнян композитор дуду кист родился 8 сентября 1982 года в ленинграде получив академическое музыкальное образование в родном городе отправился в армению и продолжил обучение в ереванской консерватории в 2008 начал сольную карьеру играет также на фортепиано ударных гитаре балалайки и клавесине дает уроки классической гитары в дискографии аргешти 10 альбомов увлекается каллиграфии и политологии цитата арабская культура представлена во мне какой-то импульсивностью эмоциональностью звук у нас стоит восток армения и поэтому надо просто видеть знать и копировать эту манеру точно также с балалайкой ситаром свистлом ирландским поэтому просто дуть и просто нажимать на отверстие этого мало поэтому точно так же как не просто научиться не арменину не восточному человеку играет на дуду ки точно также и восточному человеку тяжело научиться играть на волынке, например. То есть это этническое дело. Это уже не музыка, получается, а философия? Это традиция. Это история. Это традиция, философия, история. И это ген, ген народа. Рано или поздно, конечно, я, честно говоря, прикладываю, может, армянам мне это не понравится, прикладываю к этому усилие, чтобы дудук оторвать от Армении, сделать его более всеобъемлющим. И эта эволюция идет. Тревердиев, которые вы исполняете на дудуке «17 мгновение весны», это вот из той серии, из серии прикладывания усилий к тому, чтобы дудук стал как можно менее армянским? Не менее армянским, а более интернациональным. У дудука небольшой диапазон, всего полторы октавы. И если мелодия помещается каким-то чудом в эти полторы октавы, то, значит, есть армянский след. И когда я стал играть, разучивать «17 мгновение весны», и увидел, что аккуратно все укладывается, а ведь Тревердиев, это Тревердян, он армянин, я понял замысел, это его замысел, что это его какая-то там воля композитора сыграть это на дудуке, потому что все укладывается. То есть, возможно, он знал дудук? Я однозначно знал. Он же армянин, тем более советский человек. Тогда это все была одна большая... Хорошо, значит, и ознавора можно сыграть на дудуке. И Шер, извините, можно сыграть на дудуке. Я не знаю, а сколько они были авторами своих мелодий, вполне вероятно, да. Они были знатными армянами, они любили свою родину и имели контакт с ней и духовный, и реальный. Я уверен, что там это есть. А какая музыка самая неподходящая дудука? Ну вот, как бы, вам бы очень хотелось попробовать? Неподходящая, но хотелось бы. Вы знаете, есть определенная невозможность играть на нем джаз. Я, как человек с джазовым, в частности, образованием, очень много джаза играл на фортепиано, на саксофоне занимался. Очень хочется играть джаз. У каждого инструмента есть свое эмоциональное поле. У саксофона это эротика, да, у скрипки это такая истеричность, да. Так, а у дудука, что ли? А у дудука это рефлексия, это отчасти плач, но больше такая философичность. Слушайте, он же Достоевский просто. Нет. Дудука это Достоевский, судя по вашему описанию. Нет. Я считаю, что Достоевский это надрыв. У дудука за надрывом еще стоит спокойный контакт и величие вечности. Вот в Достоевском я это не замечаю, но пусть будет так. Пусть. Ну, вам виднее, вы все-таки из Санкт-Петербурга. Давайте все-таки о вас. Вы сами по себе достаточно интересный человек. Вы человек, как говорит интернет, с тремя именами. У человека три имени. Это как-то влияет на его жизнь мистическим образом, космическим образом? Ну вот, есть всякие рассуждения о том, что имя дает человеку необходимую энергетику, может испортить его жизнь, куда-то увезти. Я считаю, что это может только обогатить. Однажды ради мечты и музыки вы сильно пожертвовали тем, что среди среднестатистических людей считается главным в жизни положением, в том числе семейным, и деньгами. Зачем? Слушайте, о чем речь? Это из вашего интервью. Да, может быть, вы сказали. Однажды ради мечты и музыки я рискнул всем тем, что среднестатистический человек считает главным в жизни деньгами и даже личной жизнью. Да. Вы не помните, о чем вы говорили? Я предполагаю, просто столько интервью, всяких разных было, тем более разное время моей жизни. Опять же, не вдаваясь в подробности, вот такая жертва, она нормальная, она реальная? Зачем? Я считаю, что нормальный, правильный мужчина все равно рано или поздно перед этим выбором сталкивается. Либо его мечта, а мужчина без мечты. Я считаю, что это неполноценный мужчина. И да, у меня была работа, я переводчик французского языка, это было по высшему образованию. Об этом даже все знают, интернет молчит. я не скрываю этого. И однажды так случилось, что вот, надо ехать, надо ехать на первые гастроли, меня приглашают, и я понимаю, что жизнь музыканта, даже с таким достаточно экзотическим инструментом, это будет непросто, это будет сложно, это значит, я буду мало общаться с семьей, по каким-то среднестатистическим меркам. Это значит, что непонятные финансовые какие-то у меня будут дела, и женщина должна, то есть, есть риск потерять женщину и жену. И, в принципе, я ее могу даже отчасти понять, да, несмотря на то, что я считаю, что правильная женщина идет за мечтающим, старающимся, ищущим себе мужчины, но, так сказать, он не любит. То есть, не любят романтиков, на самом деле, все это брехня. Я думаю, это зависит от конкретного человека, от конкретного сочетания. И вот я поехал, я стал ездить, и я ни на секунду об этом не жалею. Знаете, вот мне уже скоро, уже 40 лет, пора подводить первые, а может быть, даже уже и вторые итоги жизни. И я вижу, что я, знаете, как мой дедушка говорил, да, надо прожить так, чтобы было о чем вспомнить перед смертью, так сказать, оглянуть жизнь таким взглядом и сказать, да, да, это правильно, это того стоит. А с возрастом, учитывая, что вы музыкант, профессия романтическая, самого романтизма-то не поубавляется, не становитесь прагматиком? И не опасно ли это для музыканта? По-моему, это у Инстана Черчилль сказал, да, что если ты в молодости не был романтиком, ты просто, да, у тебя нет сердца, вспомнил, если в зрелости ты не рационален, то ты просто дурак, не консерватор, вот, в оригинале было так, поскольку консерватор на самом деле подразумевается прагматизм и рационализм, я, мне кажется, так, так он думал. Это нормальное течение жизни вне зависимости от профессии. Мужчина взрослеет, он становится более разборчивым, менее горячим, поэтому, да, а романтизм просто отстаивается и становится более серьезным. И у меня с романтизмом все в порядке. Я, знаете, я много от моих коллег слышал ровогорание про то, что вот уже не хочется играть, вот, к сожалению, я не буду называть фамилии приятеля у меня есть дудукист. И вот он мне говорит, что я не могу играть, я не могу больше выходить на сцену, вроде бы я хорошо это делаю, людям нравится, но не идет. И я смотрю на него, как? Потому что я беру дуду, все, я улетел сразу. И неизвестно, что будет завтра, мне даже немножечко страшно, а вдруг, действительно, вы что ты будешь делать? Ну, два концерта сыграешь, ну, десять, ради гонораров каких-то, но, а дальше-то что? И я волнуюсь, вдруг это произойдет, но я волнуюсь только после таких рассказов. В глубине души пока у меня полно заряда. Ну, есть и другие высказывания. Например, высказывание одного из самых титулованных дудукистов страны Дживана Гаспориана, который ни много, ни мало, назвал вас одним из самых чувственных исполнителей дудуки. Да. Это, наверное, поднимает самооценку? Поднимает самооценку, да, потому что он мне лично это сказал, и он сидел, вокруг были люди, наши коллеги, которым я, ученики, кажусь и годился, и они это слышали, и я понимаю, что он меня отчасти хотел подбодрить, как юное поколение, но это, наверное, лучше всяких им не дали оград, титулов. В общем, я этот момент помню. А самое интересное в тот день было до этой фразы, когда я играл, я приехал, так сказать, из России, я вообще никого не знаю, вот, и я должен был играть под минус. Ну, это Армения, знаете, там все непонятно, я приехал, никакой аппаратуры нет, ничего нет, вот дудук, вот и играй. И полный, ну, там, человек триста. И мне стало страшно, потому что, а как я буду выглядеть, да, вот я один выйду на сцену. Я там со всеми перезнакомился, и лучший дамкяш, дамкяш, это человек, который тянет ноту, да, вот, то есть солирующий дудук играет, дам дудук тянет ноту, так в армянской традиции так положено. Он говорит, я тебе, я тебе сыграю, и подходит один из лучших, дольчи, дольчи, это человек на барабане играет, который над голи. Я тоже с тобой сыграю. Вы там оркестр собрали. Я выхожу с этими мастодонтами просто армянской традиционной сцены, и они, они не то, что ну давайте, они мне не одолжение делали, они говорят, давай, Аргични, сейчас мы тебе сыграем. То есть уже в этом я чувствую, как меня поддерживают искренне. Я выше, знаете, каково это было с ними играть. То есть одно то, что эти люди, эти важные люди, они вот, все их знают в Армении и армянском мире, стали со мной играть. Я вот стою, у меня фау, это, и после этого Джован меня так за плечо обнимает, говорит, как здорово, а мы играли старую армянскую мелодию Хейна Ваварь. А-да-да, и-да-да-да-да-да-да. Это было классно. А вот, кстати, я помню время, когда Джован Гаспарян только появился везде, где можно было появиться, и пошла такая прямо мода на дудук. Люди нифига не понимали, что это такое, совершенно не понимали. И я знаю, у меня были такие знакомые, говорят, мы не можем воспринимать музыку, но мы не можем не появиться на концерте, потому что это модно. Сегодня те, кто приходит послушать дудук, для них это по-прежнему мода, я имею в виду не относящихся к этносу. Надо признать, что дудук как... Или научились понимать дудук зрители? Как нечто новое, как новый вкус, да, вот как у нас, наверное, когда-то в Зилой появилась манга, да, и все стали есть манга, что это такое, что-то непонятно, заморская. Это заморская музыкальная культура, да, несмотря на то, что армяне вроде бы здесь всегда рядом, всегда под боком, а вот столько столетий этот инструмент не раскрывался всему миру. Естественно, это было что-то новое, и инструмент этот, я обычно это называю, он наглый, он не стучится вежливо в нашу душу, он вламывается, и есть люди, которые не могут этого терпеть, да, но ходят, смотрят, но ходят, слушают, или уже мода прошла, не хочешь, не слушай. Я сейчас не про моду, я про переживания, да, про то, как его слушают вообще, просто есть люди, которые не способны, в принципе, слушать его, у них, как какой-то трексучка начинается, ну, это какие-то единицы. Мода есть, да, особенно я помню, в конце муливых, я как раз в это время начал играть, и на самом деле, я отдаю себе отчет в том, что я попал на большие сцены, на филармонические сцены, благодаря этому, то есть, Аргешти, мы не знаем, кто-то играет, но он играет на дубуке, все, значит, мы идем на концерт, у нас были большие залы, надо сказать, что да, прошло 15 лет уже, а то и 20, наверное, да, со времен, так сказать, как Джован Гаспарян в передаче у Диброва появился, кстати, насколько я знаю, Дибров крестный сын Дживана, интерес немножечко поубавился, уже все более-менее его оелись, все поэкспериментировали, но дудукистов больше не стало, ну, да, их не стало больше, и вот недавно наш эликий, так сказать, первооткрыватель подвижных, Джован Гаспарян, ушел, так сказать, да, от нас, поэтому, как ни странно, за 20 лет больше их не стало, хотя в Армении на дудуке каждый третий, наверное, играет, вот, и я волнуюсь, да, иногда, что вот, может быть, из-за пандемии, может быть, да, из-за чего-то, но люди как-то меньше-меньше ходят, но меня утешает, что дудукистов немного, поэтому перепроизводство на рынке концертной деятельности, не аудиозаписей, да, а концертной деятельности, в принципе, пока нет. Вас можно представить как музыканта, можно представить даже как политолога, насколько я знаю, а можно представить как писателя, который все никак не состоится. Еще раз напомню вам, Аргишти, что книгу вашу мы ждем до сих пор, обещанную еще в 19-м году. Книга – это, поясни тем, кто не знает, про дудук, причем это не, я так понимаю, не музыкальное исследование о том, что такое дудук, откуда он взялся. Это мистические романы, это полноценная художественная литература, серьезная заявка. И когда уже таки? Все написано, кроме последней главы, и этот… Аргий, простите, вы тогда просто ленитесь. Я ленюсь, можно сказать, да, можно сказать, что меня что-то отвлекает, а еще я попытаюсь быстренько рассказать мистическую сторону этого романа, как он пишется. Только без спойлера, если можно. Без спойлера. А то про писать будет неинтересно. Нет, про то, как он писался, да, потому что эта история какая-то такая гоголевская. Однажды, еще в 2014 году, я все решил, все расписал, весь план, действующий герой, все нормально. Сел, начал писать, написал две главы, все хорошо было. сейчас вот как, еще три месяца и напишу. И все застопорилось. Месяц сижу, два, три, никак. И потом однажды утром просыпаюсь, все надо переделать. Все, кроме того, что я уже написал. Тут все поменять, это в другую сторону должен сюжет пойти. Как только я решил, опять написал еще две главы, и опять все, работа застопорилась. Еще полгода я мыкаюсь, и опять однажды я просыпаюсь утром, все понятно, все переделать, кроме того, что уже написано. И вот эта история продолжается до сих пор. Вы просто петербуржец тогда. С этой рефлексией и с вашей... Может быть, дело в этом. Но я понимаю, что время уходит, что надо что-то делать. И я понимаю, да, что аргешти музыкант, может быть, в принципе, аргешти музыкант уже дал, что он может дать. Осталось добавить к этому всему, что я построил. вот роман это будет такая вишенка на тортик, которая добавит интеллектуальности. Дальше не надо, мы сейчас догонимся до того, что напишу роман и все, и буду считать свою задачу выполненной. Нет, это хорошая штука. Не надо, даже если плохой роман, каждый человек напишет. Вы потом снимете по этому роману кино еще, то есть есть еще. Было бы здорово, было бы здорово. Так когда? 22-й, 23-й, 25-й? Дело просто в том, что прошло уже несколько лет, мои взгляды на многие вещи изменились, идеи устарели. И теперь это будет вообще новая книга. Надо писать с нуля. И мне, честно говоря, даже, я вот сейчас перечитываю, я его уже, я пытаюсь над ним продолжать работать, и мне немножко неудобно перед романом и перед зрителями, что я как бы догоняю старое, потому что уже какие-то вещи неискренние. Поэтому мне нужно с этим вопрос решить. Вполне вероятно, что, может быть, я напишу его заново. А где ж не только без Гоголевщины, я вас умоляю. Не надо ничего сжигать. Не-не-не. Ладно, книга понятна. Книга – это серьезное произведение, даже если это мистический роман. Есть другой жанр, в котором вы поднаторели. Я и правда не знаю, что это такое. Я просто прочитал в интернете. «Лави ласки». Тема животрепещущая. Так объясни сначала что это такое. Да, я расскажу. Я вообще… У меня филологическое образование. То есть я беру писать роман не с бухты барахта. Я вообще с детства что-то писал, так сказать. А с таким образованием, в принципе, есть какие-то перспективы. И тут меня потянул на поэзию. Отчасти меня вдохновил Амар Хаям, но главное, меня вдохновил пара людей еще. Губерман, в общем. У него гайки. Хаям, Губерман, это… емкие, яркие, катрены, хлесткие. Вот. После того, как у меня был сложный, очень тяжелый развод, у меня от первой жены двое детей, мы семь лет прожили вместе, но так сложилось, что мы расстались. Я очень тяжело переживал это. Кстати, Ульяновский, первый мой концерт после развода был в Ульяновске, и в Ульяновске много с этим связано. Я именно здесь встретил человека, который научил меня бегать. Бегать не ради спорта, а бегать ради того, чтобы пережить эти страдания. Ого. Я просто этим занимаюсь, так сказать, я полмарафон недавно пробежал, но это такое хобби. Так что, если ты меня слышишь, обязательно тебе спасибо, дорогой Ульяновский мой слушатель. И, понимаете, как у любого нормального мужчины, с которым это случается, развод тяжелый. Меня вот пошло, из меня вот это. Поэзия такая. Поэзия пошла. И это поэзия, то есть, ловеласки, Гарри Губерман писал на разные темы. Ловеласки – это узкая тема МЖ. Причем с примесью цинизма и какого-то легкой издевки над женским, да и, в общем-то, и над мужским полом. То есть, все то, что во мне оболело, прорвалось. И, собственно говоря, я написал их 150 штук и все, 151-е уже не пошло. И как-то раз я излечился от этого. То есть, это была просто «Выпустили пар». «Выпустил пар». Это была, сейчас я вспомню это слово, реабилитация такая, да. Вот. И, да, пара моих знакомых поэтов, они меня говорят, давай уже, надо выступать с этим. Я, конечно, понимал, что это не сочетается с имиджем Аргиш-Тюм, как музыканта, потому что написать серьезный роман и быть музыкантом, это отлично складывается. А тут. А я уже готовил программу, думаю, сейчас пойду в свободный микрофон куда-нибудь в какие-то места и начну. У меня какое-то актерское есть, какая-то внутри огонек. Но, слава богу, до этого не дошло. Я читаю это своим друзьям иногда. Они их охочут. Да, ну, там очень много цинизма, очень много извительности по отношению, в первую очередь, к женскому полу. И я услышал немало от своих слушателей далеких, мы с ними не знакомы, неприятных отзывов. Естественно, я создал отдельную страницу для этого, но мне говорили, как вы, Аргиш-Тюм, вы можете такое писать. Мы от вас этого не ожидали. Давайте вернемся к Дудуку, раз уж вы его принесли. Очень бы хотелось на примере этой замечательной палочки понять, вам как музыканту, как пианисту, как ударнику пришлось как-то свой организм даже, может быть, феологически перестраивать под Дудук. Как я уже сказал, я играл когда-то три года почти на саксофоне. Опыт мне этот очень потребовался. Легкие, кстати, бег, бег, кстати, очень помогает. Если вы начинающий Дудукист, обязательно занимайтесь бегом, потому что легкие работают, раздуваются. Я всегда в меньшей степени обращал внимание на то, как играть, что играть. Я просто погружался как в какую-то поэзию. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Бывают рости. Рость – это вот эта часть. Она бывает тяжелая, бывает легкая, бывает скрипучая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА делается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 А вот так громко, чтобы то, что при жизни не получилось у Джованна Гаспаряна, удалось вам? Ну, вот, когда я понимаю, что Джован Гаспарян всю свою известность, известную карьеру, которую мы знаем, он ее начал, насколько я помню, лет в 60. 60 лет, да? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что, что я думаю, что мне на что жаловаться, но я вообще еще ничего не успел. Я по миру с гастролями особо не поездил только по России, но это уже неплохо. Я желаю вам благодарной аудитории, а благодарной, надеюсь, аудитории я желаю почаще ходить не только на те концерты, к которым мы привыкли, но и на те выступления, которые дают нам возможность слушать и видеть, чувствовать визиты таких людей, как Аргештия Ротинян, например. Спасибо. Это программа «Разговор». Мы работаем для вас. Не болейте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА